Субтитры сделал DimaTorzok Итак, следующий рассказ номер 9. Лайфхаки, как увольнять клиентов. Вступление. Меня зовут Макс Аныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаю своего пути, это путь воина, без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую своего бывшего знакомого, как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте. 3 1 6 0 5 8 7 8. Книга называется «Беседы современной молодежи». Проверена она практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Поехали. Сегодняшний день это 8 ноября 2013 года. Я буду говорить своим голосом, Саня будет говорить. А таким голосом? Тут еще будет Сергей. Ну, Сергей будет говорить голосом таким. Да. Вот. Вот так. Поехали. Сколько людей, я не спрашиваю, все твердят одно и то же. Много букв и фон раздражает. Всем нужен упрощенный вариант. Белый фон, элементарная карта сайта. Я у того чудика спрашивал. Вот отчет. Доработаешь. Наша портфолио, картау, ком, доска объявлений, PRBoom.com. А ты что именно делаешь? IT-безопасность. Я администратор. И немного программирую. Сейчас изучаю программирование. Мне мой сайт нужно немного раскрутить. Напиши адрес. Ответ дам на днях. Вот мой ответ. Это рассылки за месяц. Рассылка на мыло. Текст предложения ваш. Твой текст. Только рассылка. То много за рассылку. Я знаю по 700-900 гривен берут за рассылку. То вся херня. Бабки гребут. Мне контекст сделали 300 гривен. Только ребята в России укатили. Я понимаю, но в сценке есть и сценки. Они должны за объемы работы, а не просто с потолка. Баннеры рекомендую сделать. У нас сцены не с потолка, кстати. Баннер согласен. В конце недели может договоримся. Когда-то у меня был баннер, но я его удалил. Хорошо. Тогда свяжись с Асом. Хорошо, свяжусь. Прошло некоторое время. Привет. Ну как, с Асом связывался? Нет. Мне бесплатно делают в отделе. Мы бесплатно не работаем. Конец переписки. Правильно ответил. О, наконец-то ожил. Ты что, по ночам работаешь что ли? Есть заказы? Это хорошо. О, особо нет. А мне снова искать работу надо. Я ее ищу вообще постоянно. Ну, во всяком случае, у тебя есть навыки работать дома. А я, кроме как охранять, имею еще навыки складские и администраторские. Я пробовал админом на сайт. Места заняты, предложили фигню менеджерам в инете, или как это, агентам минимум 5 аккаунтов в одноклассниках по 5000 человек. В каждом ВКонтакте тоже самое. И еще штук 10 скайпов. У меня ПК не подтянет таких нагрузок. Да и на каждый аккаунт в одноклассниках нужен отдельный номер телефона. Ты в своем деле ас, а я в своем. Охрана, это тоже профессия. Я сейчас думаю вот о чем. Сейчас время связей. И специалисты особо никому не нужны. Сейчас все теплые места забиты родственниками, без квалификаций. По блату. Вот фотография моего бывшего рабочего места. Глянь на фото изображение, значит, улицы Петровского. Я на улице. Как этот. Получается, как этот, как его. Парковщик. Вот. Дождь, снег, пофиг. Будки нету, как хочешь таки крутись. А это рабочее место, которое обещали. Но там сидит начальник. Я там только кушаю. Кушал. Говорили одно, оказалось другое. Посмотри, это недолго. У нас с тобой, Саня, много общего. Мы с тобой работаем все время на себя. Ты делаешь заказы разным людям, а я храняю разные объекты. Набираюсь опыта. Зарабатываю денежки. Накапливаю идеи. Узнаю интересную информацию. Постоянство. Нет. Так же, как и у тебя. Оно было бы, если, например, с одним заказчиком на протяжении лет 50. Только разница в том, что ты дома в основном, а я с выездами или с выходами. Вот, поработал 4-5 дня. Заработал немного. Мне это чем-то напомнило земельно-строительные работы. А, вот, кстати, почти, что этот типок дальше пишет. Я ему пишу. Мы бесплатно не работаем. Мы бесплатно не работаем. Да. У меня в главке отдела по борьбе с киберпреступниками начальник знакомый дал команду бойцам все сделать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всем сейчас сработать тяжело. Почти последнее. Я что-то не понял, что он там угрожает, что ли? Не знаю. Вот его адрес. Я тоже не понял. Ты ему скажи, что он слишком низок для нас, и пришли ему, как ты стоишь с Януковичем. Ха-ха-ха-ха-ха. Он сразу испугается. Хамить не надо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Главное преимущество перед противником. Да забей на него. В общем, не давать ему козырей поменьше о своих возможностях, да я ничего, просто это его ответ. Если он грубит, то просто не отвечай ему. А еще лучше удалить из контактов. Я тебе написал. Да мне уже всякую чушь писали, типа, что налоговую натравят. Да, когда? Что приедут ко мне с маяльником и в зад его засунут. Ого. Когда же это было? Короче, куда они приедут, если они даже не знают, куда ехать и на кого подавать в налоговую? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай-пи, выясни и сравни с этим адресом страницы. Ну это все тупые малолетки. Короче, дурачё. Ладно, проехали. Ну да, меньше слушай таких. Они все герои, когда по ту сторону монитора. Ха-ха-ха-ха-ха. А сами сидят, не бой, соску просят. Если человек неадекватный, то я его просто удаляю и больше не общаюсь. Он мне пишет, пытается что-то, а я его вообще взбаню, короче, и нафиг его. Этот книжками торгуют на книжной балке. На улице, представляешь, и зимой, и летом, вот ему и завидно. Сайт имеет и ума нет, как через инет торговать, не уходя из дома. Сайт это еще не показатель. Я говорю о том, что имея сайт с продукцией, можно торговать. Можно, конечно. Вот я продаю диски. Что я, на улице стою? Или у меня арендуемая площадь, что ли? Голову мить надо на плечах. Вот, вот. Мне только капитал надо развить для закупки. Ладно, Максимка, болтать хорошо, конечно, но, как говорится, о том, какие мы суперские, но поработать тоже надо. Так мы же не болтаем, а делимся опытом. Ты лучше пользуйся, извлекай, учись, читай между строк, учись. Я, например, программить не могу, когда у меня скайп постоянно орет. Это отвлекает, ты ж знаешь, у меня колонки постовуют каждая. Да, знаю, мы ж тебе писали. Первый альбом и тортопар, да. Лучше почитай, вот тебе ссылочка. HTML5 Болезнее будет. Вот, друг, ты ознакомился с новым рассказом, номер 9. Подписывайся на мой канал и каждую субботу ты будешь первым, кто прочитает новые вехи жизни Макса Вехова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok